За 10 лет поездки по Европе в разные страны Я не знаю, что случилось за пределами стадиона перед игрой Российский журналист говорил, что на него напал фанат Паука до начала игры за пределами стадиона Я видел видео, как в пресс-ложе фанат Паука разбил стекло после первого гола Спартака Когда российские журналисты начали праздновать забитый мяч На этом все, ничего такого плохого в пресс-ложе я не видел Вообще удивительно, что было очень мало полицейских именно вокруг стадиона Только после игры уже, когда все завязалось И стало понятно, что если не полицейские, то мы живыми оттуда вряд ли выйдем Только тогда мы увидели очень много полицейских с щитами во всем бандировании Которые нас выводили в окружении До этого, до матча были только стюарды, отдельные люди Человека четыре, наверное, пытались обеспечить всю эту безопасность Когда 15 человек пытались прорваться в пресс-ложу И, конечно, это никуда не годится, это минус греческой стороны Я не видел того, о чем говорили российские журналисты про нападение болельщиков Паука Я не видел, что было на территории стадиона Может быть, они говорили, что произошло за пределами стадиона В этот момент я был в пресс-зоне Посмотрим, что будет завтра Но ничего такого странного я не видел Я могу сказать на сто процентов, что журналистов греческих никто точно не будет трогать Они этого не заслужили И это было бы каким-то средневековьем Мы все-таки не Греция, у нас страна более развитая Что касается болельщиков Думаю, что тоже очень маленький шанс того, что грекам устроят теплый прием Во-первых, вряд ли основа греков, фанатов, именно активных, приедет в Москву Если приедут, то приедут так называемые кузьмичи И смысл, там, условно трогать их, смысла никакого нет Можно нарваться только на еще большую дисквалификацию, которая так уже у Спартака есть И, думаю, никто этим не будет заниматься Я надеюсь, что фанаты Паука, греческие журналисты, греческая пресса любят футбол И с уважением отнесутся к команде Спартак и ее фанатам В Москву планируют приехать много греков, около 200 болельщиков У некоторых есть проблемы с паспортами и визами Они не могут приехать из Салоника в Москву Я уверен, если фанаты Паука и Спартака любят футбол И с уважением отнесутся к игре, то никаких проблем на стадионе не будет Общались с греческими журналистами только до матча На трибуне, собственно, все понимали, что происходит что-то странное Когда уже полицейские зашли на трибуну и стояли рядом с нами Чтобы у нас ничего не прилетело там условно сбоку Не удалось пообщаться после матча с греческими журналистами Так как нас быстро эвакуировали Мы после матча сразу же улетели Так списывались с теми, с кем на связи уже после матча Они, конечно, тоже удивлены Не понимают, как такое может происходить Тоже недовольны произошедшим И не видят в нас провокаторов, что самое главное Потому что клуб, именно Паук, видят в нас провокаторов Это ложь и вранье большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok